Итак, давайте просветимся, как же их делают. Фонарик нужен, чтобы освещать предметы в темноте. Для создания армейского фонарика в токарный станок помещается алюминиевая заготовка. Затем лезвиями обрабатывается корпус будущего фонарика. Каждая дрель просверливает дырку на внутренней стороне фонарика. Охлаждающая жидкость предотвращает металл от расширения во время нагревания. Это лезвие нарезает резьбу снаружи, чтобы в дальнейшем можно было присоединить линзу. Затем проталкивает трубку, чтобы можно было работать и на другом ее конце. Лезвия уменьшают диаметр и нарезают резьбу. С такой ручкой фонарик будет удобнее держать. Затем у основания фонарика проделываются отверстия. Это для ремешка. После того, как основа для фонарика готова, на нее наносят черное защитное покрытие. Далее под большим давлением машина выливает расплавленный пластик в форму для создания линз. Линзы помещаются в зажимное устройство. И литейный стержень откручивается. На линзе также есть резьба, так что впоследствии ее можно будет привинтить к корпусу фонарика. Несколько иное оборудование применяется при изготовлении пластиковых корпусов. Последние более известны, чем алюминиевые. По заказу клиента на корпусе может быть отпечатан логотип по технологии тиснения. Затем светодиоды помещаются в специальную округлую форму. Диоды – это электрические источники яркого света, которые используются вместо лампы накаливания. Проволоки диодов припаиваются к плате и обрезаются. Теперь диоды прочно крепятся на плате. В больших фонариках, в основном для поисковых и спасательных работ, может использоваться до 60 диодов. После этого штамповочный пресс изготавливает медные контакты. Ультразвуковой сварочный аппарат соединяет их с пластиковым основанием. Затем проволока от диодов припаивается к зажиму. Светящаяся часть фонарика готова. Теперь к корпусу фонарика присоединяются пружины. Батареи помещаются внутрь и прижимаются. Диоды также помещаются в фонарик. И затем завинчивается линза. Алюминиевый фонарик готов к работе. С пластиковым фонариком все то же. Сначала помещаются батареи, затем пружины. Следом излучающий свет диоды. Затем закручивается линза и, наконец, пластиковый наконечник. Эти фонарики готовы к работе. Редактор субтитров А.Семкин